Ксения совершенно неожиданно для себя стала бабушкой. Её единственный сын Кирилл скоропалительно женился и столь же скоропалительно сделался отцом. Ксения даже глазом моргнуть не успела и чувствовала себя немного виноватой за такую невнимательность. Пока сын, как говорили раньше, женихался, у неё развивался собственный роман. Она считала, что имеет на это полное право. Отец Кирилла, первый и единственный муж Ксении, Алик, то есть Александр, к этому времени уже был женат третьим, естественно, счастливым браком. Помимо Кирилла, у Алика имелись дочь от второго брака и две дочери от третьего. Алик часто звонил Ксении и сообщал обо всех переменах в своей жизни. Особенно он гордился тем, что со всеми бывшими остался в хороших отношениях. Ксения равнодушно напоминала, что залог его хороших отношений со второй женой вовремя выплаченные алименты и быстрое замужество жены номер два. А залог хороших отношений с супружницей номер три — её очень ограниченная внутренная тупость. «Ладно, ты права, как всегда», — смеялся Алик. «Но ты-то мне дружбан». «Алик, я так не хочу быть твоим дружбаном. Я хочу денег и быть тупой. Вот за это я тебя и люблю. Ты не как все бабы». «Алик, я хочу быть, как все бабы, понимаешь? Я не хочу знать про твою личную жизнь. Никто не поймёт меня так, как ты». В этом Алик был прав. Ксения знала его лучше, чем себя. Они были даже не родственниками, даже не братом с сестрой, выросшими в одной комнате, а однояйцевыми близнецами, которые чувствуют друг друга на расстоянии и заболевают одновременно. Плюс Кирилл, плюс Дина Самуиловна, бывшая свекровь. Это даже не путы, которые не разорвёшь. Это строительный герметик. Герметик на верность. Ксения, которую Алик приглашал и на вторую свадьбу, и на третью, как близкого и родного человека, удивлялась выбору бывшего мужа. Вторая жена, Вера. Стерва, но умная, своего не упустит. Губы узкие, в ниточку, но фигура, грудь. Алик говорил сиськи и ржал, как подросток в кубертате. Непонятно, зачем ей раздолбай Алик понадобился. При внушительном бюсте у Веры был противный голос, даже не писклявый. Трудно описать. На ультразвуке. Как будто она всё время дует в свисток, с которым дельфинов тренируют мячик носом подбрасывать. Вот странно. Вера — мягкая блондинка, вся такая пампушечка-душечка, если не смотреть на узкие губы. И голос у неё подразумевался низкий, грудной, чуть с хрипотцой. И тут вдруг Вера открывала рот, и всё. Как говорил Алик, который признавал такой недостаток за женой, «Туши свет, бросай гранату». Алик вообще любил рассказывать пошлые анекдоты, над которыми сам и смеялся. И пользовался лексикой, которую современная молодёжь не знала и не понимала. «Алик, ты молодиться пытаешься. Ты уже дядька с пузом, разговариваешь, как прыщавый юнец. Даже Кирилл так не выражается. И никто не выражается. Ты застрял в песочнице советских времён», — злилась Ксения. «Да ладно тебе! Хочешь анекдот расскажу?» «Нет». Анекдоты у Алика тоже были с бородой, причём длинной. Вера держала Алика в ежовых рукавицах. Он отчитывался поминутно, когда и куда пошёл, когда вернётся. Вера любила образцовый порядок. Отчёт по счетам и зарплатные карточки мужа. Ксения так и ждала, что Вера и на неё как-нибудь рявкнет, причём по-немецки. «Дисциплинин ахтунг к кирхе! Исполнять!» Видимо, Алику потребовалась жёсткая рука, дисциплина, и он бы её нарушал, а Вера его наказывала. Иначе Ксения не могла объяснить столь странный союз. Впрочем, их брак оказался скоротечным. Всего два года, за которые Вера успела родить ребёнка, завести любовника и выйти за любовника замуж, когда ещё не просохли чернила на штампе о разводе. Новый муж оказался военным. Вера получила, что хотела. Возможность командовать парадом и муштровать домашних на семейном плацу. Её новому мужу это тоже нравилось. Сказать, что Алик страдал? Нет. Он наслаждался свободой, нежданно-негаданно вырвавшись с короткого, жёсткого поводка. Но Вера хотя бы пыталась наладить отношения с Ксенией. Была вежливой и не устраивала скандалов, если Алик общался с бывшей. Что с ним случалось, мягко говоря, часто. Алик ещё со студенческих лет, приученный звонить раз в день маме, звонил и Ксении. Каждый день. «Алик», — умоляла Ксении в то время, когда тот ещё пребывал в счастливой стадии брака с Верой. «Оставь меня в покое, наконец». «А с кем мне разговаривать?» — смеялся Алик. «Найди себе женщину, с которой ты сможешь поговорить. И я не приеду к тебе на день рождения. Почему? У меня от голоса твоей жены начинается головная боль. А я тебе сразу налью». «Алик, я столько не выпью. Как ты вообще с ней живёшь? Ты что, глухой?» «Я привык. Человек ко всему привыкает», — продолжал смеяться Алик. «Хотя, да, ты права, у меня тоже болит. Представляешь, как смешно. Не жена отказывается от секса под предлогом головной боли, а муж, причём реальной боли. Приезжай. Я в коридоре выдам тебе беруши». Алик всегда был лёгким. Мог насмешить да колик в животе. Ксения потому и влюбилась в него на первом курсе. У Алика было семь пятниц на неделе и 250 планов на вечер. Он мог забыть о назначенном свидании, а потом повезти на крышу пить шампанское. С ним было легко жить, легко есть, легко смеяться. За юмор, в том числе умение посмеяться над собой, Ксения прощала Алику многое. Анекдоты и пошлые шуточки предназначались для других, для компаний, друзей, знакомых. Алик вне публики был умным, тонким и нежным. К тому же обожал да истерики любил свою маму, Дину Самуиловну. А Ксения влюбилась в Дину Самуиловну с первого взгляда. И ещё вопрос. Вышла бы она замуж за Алика, не будь такого щедрого бонуса, свекрови. Когда они разводились, Алик объявил. «Я знаю, какую причину нужно указать в исковом заявлении». «И какую же...» «Ты любила мою маму больше, чем меня!» расхохотался он. И это было правдой. Ксения любила свекровь. Искренне, как любит близкого, дорогого человека. Дина Самуиловна осталась в её жизни и стала некой константой. Поэтому Ксения не могла позволить себе многое, в том числе выйти замуж. Любовники у неё появлялись, но они не были достойны Дины Самуиловны. Ксения всегда представляла себе. Вот приведёт она кандидата к бывшей свекрови. И что та скажет? А не привести Ксения не могла. Дина Самуиловна была для неё внутренним радаром, совестью, лучшей подругой, наперстницей и лекарством от депрессии. Вот только сейчас Ксения встретила мужчину, которого по привычке примерила к бывшей свекрови. И он подходил. Дина Самуиловна одобрила бы Сергея. Ксения уже думала, как организовать встречу, ужин, и тут вдруг новость. Нет, не так. Сначала Ксения отложила собственные личные планы и заженить бы Кирилла. А вот новость о том, что он скоро станет отцом, как признавалась она сама себе, потрясла. Ксения решила дождаться спокойного времени, думая при этом. Интересно, а оно наступит, это спокойное время, и пресловутый подходящий момент? Никогда в ее жизни не было ни того, ни другого. Ни разу. Ей часто не хватало легкости Алика. Конфликты? Даже их Алик разрешал без особого напряжения. У Веры после второго счастливого замужества появилась идея, чтобы новый муж удочерил маленькую Алису. Новый муж, Геннадий, не возражал. Вера позвонила Алику и пригласила на переговоры. Естественно, Алик отлично выпил и посидел с Геннадием и при расставании называл его Генкой. Тот ржал над Аликовыми тупыми анекдотами и считал его отличным парнем. Они планировали совместную рыбалку, хотя Алик в жизни не держал в руках удочки. Конечно, Алису никто не стал удочерять, а Генка заверил, что Алика всегда будут рады видеть в их доме. Даже зазывал в баню в ближайшие выходные. Вера, возможно, была недовольна исходом дела, но вида не подала. «Вот как ему это удается?» — спросила Ксения у Дины Самуиловны. Ксения, которая была в курсе планов Веры, очень переживала за Алика. Если бы Вера надавила, он бы уступил. Алик был мягким, с женщинами не спорил, но предложение Веры стало для него ударом. Так думала Ксения. Алик хоть и пытался шутить, но выходило не смешно. «Что мне делать?» — спросил он у Ксении. «А ты хочешь, чтобы твоя дочь считала отцом другого человека?» — уточнила Ксения. «Я понимаю Веру. Геннадий, он ведь с Алисой. Постоянно. А я не пойми, где». «Так ты согласишься?» «Не знаю». Ксения тогда переживала и не знала, чем помочь Алику. Какой дать совет? «Ну что ты так волнуешься?» — удивилась бывшая свекровь. «Ничего не произойдёт». «С чего вы так решили?» «Ну, если я что-то понимаю в жизни, то готовность нового мужа взять на себя ответственность за чужого ребёнка совершенно не означает, что он именно так и поступит. К тому же, если я немного разобралась в Вере, она родит своему новому мужу общего ребёнка и сделает это как можно скорее». «Почему вы не скажете об этом Алику? Мне кажется, он и вправду очень переживает и совершенно не хочет, чтобы Геннадий удочерил Алису». «Он меня не спрашивал», — пожала плечами Дина Самуиловна. Ксения, узнав, что Алик подружился с Геннадием, восхитилась бывшим мужем. «Какой он молодец! И всё ради дочки!» «Ты, как всегда, его идеализируешь», — хмыкнула Дина Самуиловна. «Не приписывай ему своих качеств». И опять она оказалась права. Алик редко видел Алису. И не сказать, чтобы очень скучал по ней. Вера вскоре родила сына, и вопрос удочерения Алисы заглох сам собой. Очень быстро, после развода с Верой, слишком быстро, с точки зрения Ксении, Алик нашёл себе Карину. Тут даже Ксения не нашлась, что сказать. Карина была не просто дурой. Бывают такие дурочки, но при этом добрые. Новая избранница Алика оказалась непроходимой дурищей. Мозга вообще не наблюдалось. Едва Карина открывала рот, Ксения принималась ждать, когда она его, наконец, закроет. «Ксения, ты её видела? Ты с ней общалась? Алик нашёл в себе смелость нас познакомить?» Позвонила Дина Самуиловна. «Это же просто незамутнённый рассудок! Стерильная чистота в подкорке и отсутствие всяческих извилин. Гулкая тишина. Так бывает? Даже младенцы, как мне кажется, умнее. Они хотя бы кубики пытаются в пирамидку сложить». Нет, Ксения не была с новым. Но всё-таки у них с Аликом имелись общие интересы. Книги, фильмы, музыка. Вера тоже была, как говорила Дина Самуиловна, девушкой с приличным образованием. Карина же. Оказалось, у неё ещё и пулянепробиваемая психика и всяческое отсутствие рефлексий. На шутки юмор Карина вообще не реагировала. Не понимала. У неё не бывало плохого настроения. Она не страдала от противоречивых эмоций и чувств. Вообще не страдала. Алика она слушалась беспрекословно. На его загулы не реагировала. У неё всегда было одинаковое выражение лица. Равнодушно приветливое. Она делала долму, полностью погружаясь в процесс. Пока кипела вода в кастрюле, она стояла у клиты и смотрела, как кипит вода. Или как варится суп. Алик рассказывал об этом Ксении с нескрываемым восторгом. С не меньшим восторгом он рассказывал про пахлаву, которую, провозившись полдня, Карина испекла специально для него. Дина Самуиловна на сей раз ошиблась. Карина очень хорошо умела собирать кубики и складывать их в пирамидку семейной жизни. Она делала это куда лучше, чем Ксения и Вера. Чем Карина привлекла Алика? Она была на 20 лет его моложе. С тупой прямотой серьёзно объявила, что надо жениться. И Алик пошёл жениться, то ли обалдев от такой прямоты, то ли подсев на жирное и сладкое. Карина немедленно забеременела, а потом ещё раз. Девочки-погодки, но вскоре нашлась тема, которая выводила её из равновесия. Разговоры о сыне. Карина хотела родить Алику сына и очень боялась, что опять будет дочка. Она была готова рожать до победного результата. И вряд ли задавалась вопросом, готов ли к этому Алик. Алик, с которым и Ксения, и Вера обсуждали все планы, в том числе по поводу продолжения рода, в этом случае был поставлен перед фактом. И в первый, и во второй раз. «Может, с тобой так и надо?» пыталась шутить Ксения, когда бывший муж звонил и сообщал, что Карина забеременела, родила и снова забеременела. Карина совершенно серьёзно на Кристинах второй дочери, сказала Ксении. «Вы родили себе мальчика, и я себе рожу». «Я вообще-то не себе рожала», — ответила Ксения. Карина её не поняла. Помолчала и вдруг спросила. «А почему вы здесь?» «Что? Это же неприлично. Почему вы пришли на Кристины? И почему Алик вам звонит? Вы же его бывшая жена». «Мы, как бы это сказать, остались близкими людьми. Алик хотел, чтобы я пришла. Вы же развелись». «Ну да, и что?» «Тогда почему вы общаетесь?» «Потому что у нас общие интересы». «Какие?» «Сын». Это, конечно, был запрещённый приём. Карина сразу сникла. Она, видимо, выстроила у себя в голове систему гарема. У кого из жён есть сын, та и главная, любимая жена. Карина ревновала мужа Ксении и считала, что всё это из-за того, что она не может родить сына. У Ксении от Алика один сын, значит, у неё должно быть два. Нет, три. Веру, как мать ещё одной девочки, Карина во внимании не принимала. Алик всё же быстро утомился и начал сбегать от молодой ненасытной жены, которая жаждала зачать и родить наследника. Карина, опять же, следуя правилам гарема, Ксению терпела как главную жену. Как-то Алик попросил привезти книги. Половина его библиотеки хранилась у матери, половина у Ксении. Так надёжнее, смеялся он. Давай ты сам заедешь, заберёшь. Я боюсь твою Карину. Вдруг она меня отравит. Слушай, она странная стала. Я сам её уже боюсь. Поговори с ней, что ли. Ну, по-женски. С ней что-то происходит. Она даже плакать начала. Никогда ведь не плакала. «Алик, почему я? Почему я должна вести душеспасительные беседы с твоей женой? Отправь её к психотерапевту. Сам с ней поговори». «В конце концов, ты же её муж. И она, кстати, права. Мы развелись. Почему я не могу от тебя избавиться? Почему ты вообще звонишь мне? Ксю, да ладно тебе. Ну, пожалуйста. Не маме же мне звонить». «А что? Прекрасная идея. Позвони Дине Самуиловне. Она быстро приведёт твою жену в психическую норму. И не называй меня Ксю. Мы уже не в институте». «Ксю, ну, пожалуйста», – конючил Алик. «Если я к тебе приеду, Карина мне скандал закатит». «А она умеет закатывать скандалы?» «Нет, она просто молчит. Ходит и молчит. Алик, ты редкий эгоист. Нет, ты просто эгоцентричный, эгоистичный эгоист. Обо мне ты подумал? Я не хочу разговаривать с твоей женой. Нужна книга, приезжай и забирай. И вообще, забери всю библиотеку. Может, твоя Карина читать научится. Лучшее средство от всех болезней, кстати. Дай ей Бунина почитать. Там, глядишь, до Пастернака доберётесь». «А можно я у тебя пару дней поживу?» «Алик, ты меня вообще слышишь? Нельзя. Разбирайся сам со своими женами. Или позвони Вере. Она тоже бывшая». «Уже?» «Что уже?» «С Генкой два дня бухал, пока Вера меня не выставила. И правильно сделала. Так я приеду. Вообще-то я уже приехал. Поднимаюсь». «Алик!» Он уже звонил в дверь. Так было всегда. «Откай три дверь угрожали.лейкаëн» Отомôлаю achie Bronко layout веду Dream Spring 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 Spring». Продолжение следует...